На этот раз конкурс объединил людей с частичной потерей зрения и тех, кто совсем лишен возможности видеть. Участники разных возрастов, гендерной принадлежности, социального статуса. У них даже разные диагнозы, но всех связывает одно. Несмотря на проблемы со зрением, в своей жажде жить и развиваться они дадут фору обычному здоровому человеку. В программе двухдневных состязаний чтение и письмо по системе Брайля, работа за компьютером, мобильность и социализация, а также этикет поведения за столом. Создать условия для людей с инвалидностью по зрению, самореализоваться, повысить свой интеллектуальный уровень, повысить возможности показать себя, проявить себя где-то. Хочу сказать, что проведение участия в этом конкурсе повышает повысить свой социальный и личностный статус. Естественно, мы преследуем такие задачи, чтобы оценить, насколько адаптированы наши люди к современным условиям жизни, насколько они свободно могут ориентироваться в пространстве, насколько могут самостоятельно обслуживать себя дома, не создавая проблем для окружающих. Конечно, мы мотивируем таким конкурсом желание наших людей вести очень активный образ жизни, участвовать в жизни всего общества. Но и еще одна из задач, которую мы преследуем, это популяризация современных технических средств реабилитации. Грациозно, элегантно и, что самое главное, уверенно. Брещанка Марина Нестерова плавной походкой идет на своих высоких каблуках, с легкостью справляясь со всеми конкурсными препятствиями. В то, что девушка имеет проблемы со зрением, поверить действительно очень тяжело. Ни недуг, ни повязка на глазах не мешает ей пройти через всю полосу препятствий. В конкурсе, как и в жизни, шутит девушка, болезнь ей совсем не мешает. У меня из-за того, что маленький рост, я перед собой поставила такую задачу, что я должна научиться ходить на каблуках. Поэтому, да, у меня вся обувь на высоких каблуках. Поэтому, даже если я упаду, ничего страшного, но зато буду красиво. В конкурсе приняли участие 15 инвалидов по зрению со всей Брестской области. Из Бреста, Пинска, Иванова, Ганцевичи, Кобрина и Вацевичей. Все участники достаточно реабилитированы, поэтому выявить сильнейшего жюри было нелегко. Много разных конкурсов, много всего разного. И много чего узнаешь, чего сам даже от себя не ожидаешь. Себя проявить и показать себя, во-первых. Мужчины и женщины, юноши и девушки на личном примере показали, на что способны. По итогам конкурса лучшие из лучших были награждены дипломами и денежными подарками. Несомненно, это именно тот случай, когда участие и есть самая реальная и заслуженная победа. Люди наши такие же, как и все остальные. Мы точно так же любим посетить кафе, рестораны, вести такой активный образ жизни, праздновать праздники семейные, государственные и вести себя правильно за столом. Это весьма немалое важное значение иметь для каждого человека. Тем более для человека с ограниченными возможностями. Вот сегодня мы и посмотрим на то, как знают наши люди правила этикета, как они умеют пользоваться столовыми приборами. И поверьте, что хотелось бы отметить, что в этом году, как никогда, у нас больше в конкурсе участвуют тотально незрячих людей, у которых практически нет остатка зрения или он очень-очень низкий. Проблема инвалидности по зрению для Брещины весьма актуальна. Ежегодно впервые группу инвалидности получают порядка 300-400 человек. Сегодня 2788 перестейцев, имеющих недуг, состоят на учете. Однако многим это не мешает жить полноценной жизнью.